я приветствую всех на телеканале беларусь 4 эта программа добрый вечер гомель прекрасные летний теплый вечер великолепное настроение настроение замечательная компания которая сегодня собралась в этой уютной студии ну а нашу программу открывают великолепные музыканты которые сегодня пришли нам на добрый вечер готовьте вашу ладоши и можете начинать громко аплодировать у нас сегодня в гостях группа джолливуд ваши аплодисменты бьется сердце скорость набирают килогерцы сердце разрывают скоро 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 я не скоро светофоры по нуля приборы просто такая сильная ты еще не знаешь просто такая сильная мы большие школьные школьные кассеты выпускные кончатся салюта мира огромный открывает двери чистый добрый я ему не верю и как Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Просто такая сильная любовь Ваши аплодисменты группа Джолливуд сегодня открывает этот эфир сами. Здравствуйте, всем привет. Сергей Федораков, знакомь со всем коллективом. Я объясню почему, потому что, понимаешь, вот обычно так бывает, что солисту достаются все лавры, все аплодисменты, все фанатки-фанаты, знакомы с коллективом, а мы вас поддержим еще раз аплодисментами. Спасибо, спасибо. Всем привет, привет. Мы группа Джолливуд. Очень рады быть с вами сегодня здесь. У нас в коллективе я, Сергей, солист. Саша, бас-гитарист наш замечательный. Аплодисменты, аплодисменты. Кирилл, барабанщик наш замечательный. И Василий, гитарист. Обычный гитарист, да. Спасибо. Присаживайся, разговор будет интересным и долгим. Рассказывай, с каким настроением вы встречаете это лето? С замечательным настроением встречаем это лето. Наконец-то оно наступило. Очень долго ждали тепла мы. Ну, даже несмотря на то, что сегодня какие-то непонятные похолодания произошли, все-таки, когда тучи разбегаются в разные стороны, солнце светит, и все хорошо. Сергей, вот обычно в летний сезон все стараются куда-то уехать, покинуть каменные джунгли, городские пределы, куда-то поближе в теплые края. Вы же до сих пор остались в городской черте. Какие планы на лето? На лето планы. Что, отдыхать летом? Грандиозные, безусловно. Отдыхать? Да. То есть не петь, с концертами не ездить? А, в плане музыки, конечно, очень-очень много у нас работы. Сейчас начинаются выпускные свадьбы, корпоративы и просто выступления в клубах. Очень много сейчас работы у нас. Ну, когда работы много, это хорошо. Еще раз эти аплодисменты вам. Безусловно, лето – это солнце, зелень, яркие краски, пляж и водоем. Совсем скоро на пляжах будет, как говорится, яблоку негде упасть. Ну и, конечно же, только ленивые, ну, как говорится, не полезят в воду, друзья. Сегодня этим вечером на Белоруссии 3 будем готовиться к открытию, к началу пляжного сезона. Узнаем, насколько прекрасные пляжи города Гомеля готовы принимать нас с вами, а также вспомним об элементарных, но крайне важных правилах безопасности поведения на воде, чтобы, как говорится, отдых не был омрачен нежелательными последствиями. Безопасный пляж – так мы решили назвать тему сегодняшней беседы, тему сегодняшнего прямого эфира. Звоните к нам в студию, телефоны, как всегда, указаны на ваших экранах, ну, а также к общению с вами готов наш вайбер, его координаты также на экранах ваших телевизоров. Ну, а вопрос у нас такой, нам интересно знать ваше мнение. Где будете купаться этим летом? Мы в прямом эфире, мы начинаем. Друзья, у меня в руках есть пригласительный билет, и кому-то из вас он сегодня достанется. Приглашение на двоих в картинную галерею Гавриила Ващенко, где в эти дни проходит достаточно большое количество интересных выставок. Так что одним из прекрасных летних вечеров можно отправиться именно в картинную галерею Гавриила Ващенко. Но просто так я вам этот билет не отдам. Вопрос у меня для тех, кто собирается звонить к нам в эфир. Вопрос продолжим знакомство с улицами нашего города. Слушайте внимательно. Контуру этой улицы, о которой идет речь, наметились к середине 19 века. Долгое время у 4-й поперечной улицы не было другого особенного названия. Ну, а сегодня, в современные дни, эта улица связывает две центральные магистрали города, улицу Советскую и проспект Ленина. Внимание, вопрос, о какой же улице идет речь. Звоните к нам в эфир, и, возможно, именно вам улыбнется удача. Ну, а мы продолжим подготовку к пляжному сезону. Безопасный пляж, так мы решили назвать тему нашей программы. И говорить мы сегодня будем с замечательными людьми, которые собрались на студии. Начальник Новобелевской спасательной станции Сергей Гориский. Ваши аплодисменты. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Новобелевского района Александр Бобруйко. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Центрального района Вячеслав Примак. Мастер спорта СССР по плаванию, тренер по плаванию Александр Давыдов Медицинская сестра Новобелевской спасательной станции Ирина Фролова Консультант по медицинской оптометрии Оксана Горбунова Здравствуйте всем! Сегодня в Гумеле пляжная территория, пожалуй, есть в каждом районе Чем они обустроены, готовы ли ко встрече с нами? Ну, давайте обо всем по порядку Александр, наверное, центральный пляж, это классика нашего города Наверное, все бывали, и местные жители, и те, кто приезжает к нам в гости Ваши пляжи чем сегодня обустроены и готовы ли к встрече с нами, с отдыхающими? Если говорить конкретно о центральном пляже, о центральном городском пляже В 2015 году там были выполнены работы по реконструкции То есть на сегодняшний день пляж оборудован всем необходимым В 2015 году было, значит, выполнены работы по обновлению существующего пляжного оборудования И монтировалось необходимое, которого было недостаточно Если конкретно останавливаться на сегодняшний день Центральный городской пляж оборудован кабинками для переодевания, теневыми навесами Значит, организован прокат пляжного оборудования Организована торговля Имеются три спортивные площадки современные Ну вот все необходимое имеется для комфортного отдыха, значит, наших граждан А центральный пляж, он какую территорию занимает? Вот переходишь в мост, это и правая, и левая сторона Значит, центральный пляж, это и правая, и левая сторона от пешеходного моста Который идет от улицы Баумана Он ограничен, там есть, значит, таблички, граница пляжа Соответственно, купаться за территории которых запрещено Это уже не пляжная зона О том, что запрещено купаться, поговорим детально чуть позже Александр, Новобелецкий район чем порадуют жителей и гостей своего района? Какие пляжные территории предлагаются у вас? На территории Новобелецкого... Просто скажу честно, я на ваших пляжных территориях гости редки Поэтому вот интересно было бы тоже об этом узнать На территории Новобелецкого района, конечно, размахнет такое, как в центральном районе У нас один-единственный пляж Находится в районе Новобелецкой спасательной станции Также были проведены работы при подготовке пляжа Во-первых, так было отремонтировано все архитектурные формы, которые расположены на пляже Была обеспечена покосорная российская рекультивация пляжа была проведена То есть перепашка, чтобы было удобно людям отдыхать Проведена очистка экватории водной, то есть убран весь мусор Ну, в целом, приглашаю всех на пляж У нас единственный, но считаем, что лучший Ну, я думаю, уже на прошедших выходных посетители были, уже успели оценить все старания Конечно, пляжный сезон начался уже 1 июня Несколько лет подряд, вот насколько у меня верная информация, пляжи Облагораживались специально заведенным песком Сохранилась ли эта традиция? Да, эта традиция сохранилась Эти работы выполняются по мере необходимости Обычно эта необходимость возникает при больших затяжных, значит, весенних паводках Поэтому традиция эта, она сохранилась Отлично, давайте поаплодируем всем людям, которые занимаются благоустройством пляжа Для того, чтобы нам с вами было приятно прийти и провести там свой досуг, свой уикенд Так же, к сожалению, человек устроен, что за многими нужен дополнительный контроль Расскажите, какие службы обеспечивают, ну, скажем так, безмятежность отдыха горожан и гостей? Значит, на пляжах организовано дежурство сотрудников милиции На пляжах на всех в обязательном порядке организовано дежурство спасателей освод Значит, и организовано дежурство медицинского персонала Это те, которые непосредственно, значит, заботятся о безопасности наших граждан Ну, коммунальные предприятия заботятся о санитарии, о чистоте Ну, вот, как бы, основные службы, которые обеспечивают комфортный отдых Сергей Николаевич, я думаю, что вас в пору подключить к нашему разговору Вот если, в общем, описать ситуацию поведения наших граждан на пляже Ну, часто ли приходится свое умение применять на деле? Спасать тех же самых утопающих? Или лишний раз напоминать, что это делай так, это делай так, этого не делай никогда? Конечно, вы правы, что служба несется постоянно, ведется вахта наблюдения И, конечно, спасать приходится редко Но есть случаи, которые необходимо это делать Но основной упор делается на профилактику На беседы, на предупреждения, на удержание людей от необдуманных поступков То есть, чтобы детей не оставляли без присмотра Чтобы сами не заплывали за буйки и выходили за территорию, которая ограждена границей пляжа Потому что в тех районах служба не несется То есть нет ни спасателей, ни вахты наблюдения Естественно, нет медицинских работников Поэтому приходится более делать упор на патрулирование На обход территории, на профилактику, на беседы, на предупреждения То есть на это направлена основная работа Скажите, а пляжные территории, они как-то знаками обозначены? Откуда и докуда они существуют? Вот, например, пляжная территория Новобельского района Я думаю, на всех пляжах территории города Гоми Устанут таблички, где определяют границы Начало и конец пляжа Это в обязательном порядке Я это к чему спрашиваю, понимаете? Достаточно довольно острый момент Потому что очень часто можно встретить такую ситуацию Что граждане отдыхающие, ну, каким-то образом сами для себя определяют Что вот им комфортно отдыхать в такой-то территории Но ни в коем случае не на пляжной И, как правило, территория эта не относится к официальным пляжам Если такие действия замечены Есть ли какие-то способы борьбы, скажем так, с ними? Я бы хотел сказать, что у нас в Новобелеце есть много места И на канале Новобелецком, и на озере Шапарь Где люди на протяжении долгого времени, с детства Там всю свою сознательную жизнь Они отдыхали и отдыхают И будут отдыхать и на призывы спасателей То есть это их такая позиция И они сами себе ни в коем случае не смогут изменить И они пройти 800 метров, например, до пляжа На котором несется служба Где их безопасность обеспечена спасателями Где есть медицинское сопровождение Есть та же вода Они не идут, потому что они хотят отдыхать там Купание в неположенных местах Оно не разрешено, оно запрещено Но есть административные рычаги Есть методы убеждения Мы ходим, предупреждаем Административные рычаги это какие? Например, что можно применить? Административный рычаг это когда Наряд милиции, либо участковый Есть даже вид штрафа, за который Закупание в неположенном месте То есть это наказуемое деяние Но это очень трудно Потому что очень много людей Это не просто определены водоемы так словесно Есть и решение администрации Конкретно по своим районам, по Новобелесу Которому определены места, запрещенные для купания Вот на территории Новобелесского района Это порядка 10 водоемов И для этого утвержден график у нас В котором, ну, Сергей Николаевич, я Сотрудники милиции проводим периодические рейды По предотвращению купания в запрещенных местах Ну, естественно, беседы проводим Ну, таким образом пытаем воздействоваться на людей Что вместо необорудования Ну, нельзя здесь купаться Мало ли что здесь может быть в водоеме В центральном районе как с этим обстоят дела? Или нашего центрального пляжа хватает на всех? Нет, учитывая, что в центральном районе Наибольшее количество водных объектов Для нас этот вопрос, ну, наверное, наиболее актуален Поэтому также организованы мобильные группы С участием сотрудников милиции Освоты других служб С целью контроля Также, значит, в целях, чтобы дети не купались Особая проблема, значит, в неустановленных местах У нас организовано дежурство сотрудников отдела образования Учреждения образования Особенно по выходным, в жаркое время В летние каникулы Ну, чтобы как-то эту ситуацию держать под контролем И не допустить несчастных случаев То, что касается детей у воды Нередко их можно встретить Тем более дети любят воду Каждый год идут напоминания Статистические примеры И каждый год, к сожалению Случаи о том, что происходят вот Те и те драматические события Повторяются Что делать в такой ситуации? Мы Что касается спасателей То, конечно же, этот вопрос на контроле Ведется непрерывное наблюдение за пляжем Если дети замечаются То, естественно, выдвигается Патрульный спасатель Проводит беседу Определяется один ребенок с родителями Проводятся беседы с матерью Помимо этого Еще создается купальня специально Выгораживается место на пляже На глубине метра двадцать Определенное место Где дети могут купаться Кстати, а такими местами Оборудованы все пляжи? Да, это по руководящим документам Все это оборудуется У нас обязательно место Называется Люди его называют Лягушатник Но на самом деле Детки могут с матерью Безопасно покупаться Хватает ли спасателей сегодня? Все штаты у нас Укомплектованы Дополнительно на летний сезон В зависимости от протяженности Пляжа добираются Сезонные матросы-спасатели Которые проходят курс обучения Сдают четыре экзамена Два зачета Получают удостоверение Установленного образца Они умеют плавать Подавать спасательный круг Управлять грибной лодкой Нырять до пяти метров Без снаряжения С трубкой И подымать Утонувшего с такой глубины То есть это идет Определенный комплекс мероприятий Этих людей готовим И они заступают на дежурство То есть усиливают Штатные единицы спасательных станций Еще с сезонными матросами Все штаты у нас укомплектованы И служба несется В штатном режиме Ну вот смотрите Мы на эту тему Рассуждаем, беседуем Каждый год Накануне пляжного сезона Мы встречаемся Рассматриваем Скажем так Подводим итоги Прошлого года Напоминаем Накануне предстоящего сезона Но все равно Почему-то То ли люди Не слушаются То ли не хотят слышать То ли не выполняют Какие-то элементарные требования Вот если так вот разобраться Что является основной причиной Того, что Из-за Скажем так Элементарных нарушений Правил безопасности Происходят Скажем так Нешуточные события Которые могли бы Не произойти Прежде всего Это же Беспечность человека Это Его Собственное Разглядяйство И основное Сейчас В настоящее время Это Основной процент Утоплений И гибели людей Это Не трезвие То есть алкогольное Опьянение То есть люди В состоянии алкогольного Опьянения Теряют контроль над собой И Таким образом Погибают Поэтому это Очень сложная ситуация И Поэтому Введено и патрулирование Милиции На пляже И запрещены Распития Спиртных напитков То есть Это серьезный вопрос На всех водоемах Насколько я замечал Есть еще Установлены специальные Буйки Территория За которую Нельзя Заплывать По каким Параметрам Она определяется Метраж От берега Есть специальный Документ В котором Говорено Что от мерной Линейки Стоит мерная Линейка На пляже Она указывает Глубину Метр двадцать И от нее Как правило Буи располагаются На дистанции Двадцать метров То есть От нее Но не пересекая Линию судового хода Это там Где ходят кораблики Вот Такой Такая Дистанция И Буи устанавливается С периодичностью От тридцати до сорока Метров Друг между другом То есть Пляж В зависимости от его Границы Разделяется Буями И на таком удалении То есть Эта территория Является Акваторией Пляжа И по идее По правилам По закону Скажем так Заплывать за них нельзя Да Служба Несется на линии Буев Выставлена шлюпка Спасательная В ней находится Спасатель со спасательными Средствами Он контролирует Чтобы не заплывали За буйки Ни взрослые Ни дети И контролирует И предупреждает Слушаются Бывает Что и не слушается В этом случае Выходит катер По тревоге Подбирает Злостных нарушителей Возит на станцию Составляется Карточка нарушения И проводится Профилактическая беседа Послушайте Так а не проще ли Вести для таких вот Штрафников Реальный Денежный Финансовый штраф Ну чтобы ударить По кошельку Тогда может быть Станет нарушителей Гораздо меньше Мы бы конечно Приветствовали Такое решение Но я так думаю Что большинство Отдыхающих Будет очень Недовольны Таким решением Денежным Но зато Скажем так Станет меньше Трагических Случаев на воде Ну как правило Заплыв за буйки Он не является Трагическим То есть Здесь Многими движет Такое Показать себя Показать какой герой Смотрите Да Показать герой Да Как на него Обращают внимание Спасатели Бдительны ли они Ну то есть Люди которые по большому счету Хотят стать пляжными звездами Конечно Скажем так Да Но были случаи Которые Вот Я конкретно хочу О нас Сказать О нашей станции Что Пытались пересечь реку В районе гряды И не хватало сил Либо они рассчитывали Либо человек в алкогольном опьянении То есть Приходилось Догонять Спасать Подымать То есть Я хочу предупредить Что не нужно Недооценивать То есть Такие опасности И проявлять Такую инициативу И стремиться Перед кем-то там Выступить Ну Кто Чаще Нарушает Элементарные правила Поведения на воде Парни Девушки Ну конечно парни Но есть и девушки Которые Два года назад Была девушка Которая пыталась Переплыть реку И не смогла Ну То есть Но все закончилось хорошо Да Благополучно Осознала Я так думаю Что пошла в дворец спорта Тренироваться Как говорится Все хорошо Что хорошо заканчивается У нас есть телефонный звонок Давайте послушаем Алло Здравствуйте Добрый вечер Давайте знакомиться Как вас зовут Алло Здравствуйте Здравствуйте Добрый вам вечер Добрый Как вас зовут С какими целями Мыслями к нам звоните С какими настроениями Давайте знакомиться Ну настроение Нормальное Летнее Но у меня Но у меня вопрос Вот какой Я напрямую говорю И еще на кривую Ну как вы В прямом эфире программы Добрый вечер Гомель Мы вас приветствуем Я бы хотел узнать Как вас зовут Эдуард Михайлович Эдуард Михайлович Очень приятно Слушаем ваш вопрос Вопрос такой Алло Да Да Вы меня слушаете Да Да Значит я Практически Гомельчайен Уже больше 60 лет Здесь проживаю Я рыбак В прошлом А мне сейчас Уже 83 год Но Нырять я Не ныряю Так Но наблюдаю Наблюдаю что Что после Хорошего отдыха Остается Грязь На берегах Но грязь какая Бутылки Пакеты Значит Остается мусор Который оставляют После себя Граждане отдыхающие Несознательные некоторые Вы это хотите сказать Значит Однажды Я был И свидетелем И участником Молодежь Берет Разбивает бутылки И бросает воду Кто За этим Следит И Какие Меры Предпринимаются Имеет ли право Вот товарищи Здесь сидящие Так Они Наказывать Этих Ну будем Говорить Хулиганов В кавычках Природы И если Имеет право То какое И сколько Наказаний Было и будет У меня Такой вопрос Спасибо вам большое За этот вопрос За то что затронули Эту тему Ведь действительно Ну как бы Не все Понимают о том Что как бы Отдохнул Будь добр Убери за собой И Это наша реальность Такие ситуации Можно иногда наблюдать Как бороться с этим Есть ли какие-то методы Воздействия Чтобы граждане Отдыхающие Сами За собой Убирали пляж Хотелось бы Мне сказать Ну во первых Для того чтобы поддерживался Должным санитарным состоянием Пляж Во первых Оборудование Урны Так Установить дополнительные контейнеры Заключены договора Специализированные Организациями На вывоз контейнеров Так и на уборку Территорий пляжа Ну поймите правильно Постоянно находиться И за кем-то Наблюдать И контролировать Ситуацию Там Мусорить То не мусорить Не представляется Возможным Ну скажем Для этого И есть службы Которые должны Поддерживать Надежащее санитарное состояние Сам периодически Заезжаю И смотрю Чтобы пляж Был в удовлетворительном состоянии Потому что Есть еще и санитарные службы Экологические Которые заезжают И периодически Выдают рекомендации Чтобы Ну По устранению Данных нарушений Я Даже немножко Глубже Дополню вопрос Нашего зрителя Как в сознании Граждан Поселить Вот этот вот Момент Эту мысль Что за собой В данном случае На пляжных территориях Нужно Убирать Ну Об этом Можно долго Рассуждать Начинается С воспитания От родителей Со школы Беседы Ну А в остальном Когда человек уже сформировался Уже тяжело Что-то ему сказать Тем более Когда если он находится Скажем так В алкогольном опьянении То говорится Пьяному И море По колено Ну мы уже здесь Выяснили Что распитие Спиртных напитков На пляже Все равно бывает Но для этого есть службы Которые за этим следят Что я хотел бы добавить Александр Васильевич Здесь вопрос Прозвучал конечно От жителя Но я так думаю Что основной упор Он делает по местам Отдыха людей У воды А не именно Про пляж Пляж Он оборудован Урнами Контейнерами Как было сказано Но у нас Зачастую Люди отдыхают На подходах К пляжу Где-то в стороне И вот эти места Конечно Они захламляются Замусориваются Вот те места О которых мы в начале Программы говорили И те которые люди Скажем так Выбирают местами То есть места Запрещенные для купания Но они разрешены Для отдыха То есть они Бывают не всегда Оборудованы И контейнерами И мусорными баками И хотелось бы Вот еще сказать О том что Битое стекло Битые бутылки Бросают в воду Поэтому и проводится Водолазное обследование Подводной части акватории Водолазы перед началом Купального сезона Обследуют все детально Извлекают Много-много Хлама Стекла Битой тары Даже иногда И велосипеды находим То есть Поэтому мы Призываем людей Купаться в местах Разрешенных И которые Обследованы А те места Где человек Не знает Какое дно Поэтому мы Не рекомендуем Туда идти купаться И они Эти места Запрещены Поэтому Я хочу Чтобы Может и услышат Люди Что Не идите в воду Не знаешь брода Не лезь в воду Не лезь в воду И У нас У нас Учереждения Дошкольные Школьные И гимназия И трудовые Коллективы И задача Стоит Прежде всего До начала Купального сезона Посетить Сто процента Учереждений Встретиться Как можно больше С детьми И довести информацию Кроме как Профилактическая То есть Это идет И статистика Та же Ужасное и тяжелое. И знакомство с правилами поведения, с правилами безопасности, обеспечение здоровья. Даже мы пытаемся как можно больше детей обучить правилам поведения, то есть и оказание доврачебной медицинской помощи. То есть уже в маленьком возрасте, не боитесь им рассказывать жесткую, жестокую, скажем так, статистику? Конечно. И учим пользоваться жилетами спасательными, учим пользоваться, как себя вести на пляже, какая должна быть дисциплина, организация, то есть что нужно купаться в местах, которые обеспечены по безопасности. То есть из маленького, то есть ребенка, как было сказано, нужно воспитывать. И, конечно же, здесь и прививается любовь и к морю, и к природе, и к чистоте. Прививаются навыки спасателей просто хорошего гражданина. Да, абсолютно. Эти аплодисменты вам. Друзья, ну а я хочу сказать, что все мы слышали о показании первой медицинской помощи, а некоторые в школе ее проходили на практике достаточно успешно. Но основные моменты все же стоит напомнить и сегодня, а также детально. Далее поговорим, где и с кем лучше всего учиться плавать. Об этом и даже чуть больше сразу после короткой рекламы она пройдет быстро, не переключайтесь. Мы продолжаем прямой эфир программы «Добрый вечер», Гомель, на телеканале «Беларусь 4». Готовимся мы сегодня к пляжному сезону. Безопасный пляж, так звучит тема нашей программы. Также присоединяйтесь к нашему эфиру и рассказывайте, пишите нам вайбер, рассказывайте, куда же вы пойдете купаться, загорать, какие места для этого выберете. Ну а я предлагаю сегодня освежить спасательные знания и рассказать о самом элементарном, но очень необходимом. Встречаем аплодисментами. Сегодня у нас в гостях специальный манекен. Давайте ему тоже поаплодируем. Он заслужил этого. А поможет нам в этом медицинская сестра Новобельской спасательной станции Ирина Фролова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, ну все мы проходили и в школе, и на некоторых занятиях, и в высших учебных заведениях. Вот элементарные моменты, как правильно спасать человека. В данном случае тот человек, который решил утонуть. Скажите, вот вам часто приходилось вот на практике применять эти знания? Ну, к сожалению, пару раз приходилось применять, да. Спасали и спасли, слава Богу, и все, все было удачно. И вызвали скорую, приехала скорая помощь, забрали человека и дальше спасли. Все, слава Богу, обошлось. Да, все, слава Богу, обошлось. А вот если брать статистику, часто встречается такое или, слава Богу, нет? Ну, слава Богу, нет. Потому что, ну, я говорю, что есть, ну, профилактические мероприятия, все, поэтому, ну, на пляже, на пляже люди в основном ведут себя более-менее адекватно, все, они же знают, что они под наблюдением. Ну, смотрите, давайте начнем с того, что на пляже. Пляж все-таки это территория отдыха, звучит летняя музыка, солнце, пляж, волейбол, фрукты, вода, красивые люди, все загорают, улыбаются и получают море позитива. И никто, в принципе, по большому счету, не подозревает, что эта трагедия может случиться... Случиться с каждым. С каждым и в тот момент, когда абсолютно ее не ожидаешь. Вот скажите, то, что касается психологических моментов, о чем не нужно забывать и как себя, если не дай Бог, случается в такой ситуации вести? Потому что, ну, давайте смотреть правде в глаза, многие могут просто впасть в панику или в ступор. Да, паника это тоже очень опасно. Ну, сначала, вот как говорил Сергей Николаевич, нужно соблюдать правила поведения на воде, да, и возле воды. Не заплывать за буйки, там, ну, главное, это не пить много горячительных напитков, потому что больше всего это тонут люди в опьянении. Вот, они пришли, выпили, и сразу их тянет вот в воду, все, и вот они уже не соизмеряют свои возможности и тонут. Вот, ну, разные критические ситуации бывают, и мы должны быть к этому готовы. Ну, вот смотрите, у нас сегодня в гостях безмолвный товарищ, который способен выдержать любые нагрузки и перегрузки, и все с ним будет хорошо. И он способен показать, как вести себя, продемонстрировать себя в любой ситуации. Давайте пройдем к нему, вы нас поддержите аплодисментами. Сереж, я хочу в этой ситуации к нам пригласить и тебя. Вот, признайся честно, расскажи, тебе когда-нибудь доводилось, скажем так, спасать человеческую жизнь? Никогда не было таких ситуаций, нет. Ну, я хочу сказать, что критическая ситуация может случиться с нами в любой момент, и поэтому от наших правильных и четких и быстрых действий будет зависеть жизнь человека. То есть каждый в какой-то степени супергерой и спасатель? Да, он не знает об этом, но он, я покажу самые такие базовые навыки, которые должен знать каждый человек. И даже если у тебя нет медицинского образования никакого, ты видишь, что человеку плохо стало, да? С чего начать? С чего начать? Наверное, абсолютное спокойствие, холодное сердце, холодный разум и приступать. Ты спокойный. Мы первое, что мы делаем, оцениваем состояние, да? Вот нам доставили человека, мы его положили на горизонтальную твердую поверхность, на спину, расстегнули стесняющую одежду, ровно положить, ноги приподнять немножко, так? Положили, сняли стесняющую одежду, расстегнули, да? Спрашиваем, мы не видим еще в сознании он или нет, поэтому мы к нему, что подошли, сжали его руку или ногу, обратились к нему. Мужчина, вы меня слышите? Да, что возможно он в сознании. Да, видим, нету никаких ответных действий, поэтому мы что должны дальше сделать? Мы должны определить, есть ли у него дыхание и есть ли у него пульс. Да. После этого начинается непрямой массаж сердца. Да. Сначала мы слушаем, есть ли у него дыхание, дышит он или нет. Для этого мы смотрим, есть такой алгоритм действия, вижу, слышу, ощущаю. Это мы подносим свое ухо к его носику и слушаем, дышит он. Так, и вот смотрим, 10 секунд смотрим, слышим ухом, дышит он или нет, ощущаем ухом его дыхание, да? И в это время мы же смотрим, видим, поднимается у него грудная клетка или живот. Если он не дышит, да, видим, грудная клетка не поднимается, значит, ну, человек не дышит. Мы должны что сделать? Если у него кровообращение проверить, для этого мы смотрим, вот, пульс щупаем на сонной артерии. Вот, если правильно, смотри, видишь, вот так вот берешь, вот, кадык, и вот отсюда так сводишь, вот, вот здесь будет пульс. Кадык, вот там, да. Да, 10 секунд, слушаем. Пульса нет, все. Значит, у нас человек в критическом состоянии. То есть его нужно срочно спасать, реанимировать? Да, срочно реанимировать. То есть кого-то попросить вызывать скорую? Да, вызывать скорую. Для этого он должен позвонить, сказать, что где адрес нужно сказать, потом сказать, что у нас человек в критическом состоянии, что у него нет пульса дыхания. Так, потом... Что руками делать? Что руками делать? Давайте переходить к этой. Начинаем сердечно-легочную реанимацию. Засекаем время. Так, сначала определяем местоположение рук. Вот, видите, мечевидный отросток. Два пальца поперечно. Два пальца. Вот. Именно эта точка? Именно эта точка. Это будет средняя и нижняя часть грудины. Между ними кладем основание ладони. Только основание ладони. Вот. Вот. И делаем руки в замок. И делаем таких 30 нажатий. После 30 нажатий? С частотой 110-120 нажатий в минуту. Это очень часто. Вот так делаем. И глубина наших давлений должна быть 4-6 сантиметров. Глубоко. Глубоко очень. Да. Глубоко. И делаем мы не руками. Ребра не сломаются? Нет, не сломаются. От такого нажатия. Мы будем... У нас рука лежит правильно. Если вот так, вот. Здесь можно сломать ребра. У нас рука стоит посередине, на грудине. Мы делаем нажать. И поэтому у нас... И мы делаем не руками вот так вот так, а всей массой делаем. Скажите, как долго продолжать делать эти манипуляции? До приезда в карету скорой помощи? Вы сделали 30 нажатий. Вы потом делаете что вдоль? Искусственное дыхание. Да. Делаем искусственное дыхание. Изо рта в рот. Так. Очищаем пол с рта. Потому что, так как он был в воде, у него может быть ил. У него может быть водоросли. Все. Мы очистили полость рта. Открыли ему вот так челюсть. Выдвинули. Хоп. Сделали. Закрыли носик. Положили салфетку. Обезопасили себя в первую очередь. Так. Сделали. И смотрим, чтобы поднималась грудная клетка. И опускалась. Значит, мы сделали правильно. И наш воздух весь идет в легкие. Потому что в другом случае, наш этот воздух, мы можем дуть и накачать ему желудок примерно все. А сколько раз нужно искусственное дыхание? Два. Сделаем два вдоха, 30 нажатий. Два вдоха, 30 нажатий. Сколько раз делаете эти манипуляции? До каких пор? До приезда скорой помощи. Или до появления признаков жизни. Это у него появится пульс. У него порозовеет кожа. Ну, он может закашлять. И он может задышать уже сам. Он скажет уже, ну, не нужно все. Так что... Спасибо, эти аплодисменты вам. Я думаю, что благодаря нам, даже этой программе, я уверен, что мы узнали намного больше. Ну, и я уверен, что... Попробуйте. Не дай бог, конечно, но кому-то эти навыки пригодятся реально, и чья-то жизнь спасется. Да, это базовые навыки, они потому что не только при утоплении. Они, если случилась авария, да, если при пожаре человек, вдруг ты, видишь, упал без сознания, и ты уже можешь оказать эту помощь. Руки должны быть прямые. Именно силой. Да, прямые и силой всей массы тела мы делаем. Давай, я подержу микрофон, а ты попробую. А мы тебя поддержим аплодисментами. Да, поперечник, два пальца, и вот, да, находим эту точку. Вот, руки, и вот так можно руки в замок сделать. 120 в минуту. Четыре. Такая скорость, да, где-то, да? Да. Быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, пять, семь, девять, десять. Ну, там, да. Да. А потом ты берешь это и... Так, запрокинуть голову нужно. Запрокинуть голову. Вот. И закрываешь обязательно нос и делаешь два вдоха. Один. Потом ты смотришь, что у него грудная клетка поднимается. Нет, второй. Угу. Да, смотришь, грудная клетка поднимается. Все, наш воздух идет в легкие. Все, теперь проходишь, опять делаешь. То же самое. То же самое, да. Друзья мои, я хочу вам сказать, что теперь группа Джолливуд не только прекрасные музыканты, но еще и спасатели. Эти аплодисменты вам. Ребят, проходите. Присаживайтесь к нашей студии. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня у нас в гостях Александр Николаевич Давыдов, мастер спорта СССР по плаванию. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Много ли сегодня желающих обучиться плаванию, дабы уверенно чувствовать себя на воде? Вы знаете, очень много. Но есть еще та категория родителей и детей, наверное, больше родителей, которые ленятся. Очень много ленятся ходить. Приводить, приводить, то есть привезти ребенка в бассейн, они ищут причину, чтобы этого не делать. Даже много занятий. Ищут причину не идти в бассейн? Да, да, да. По-моему, плавание это как раз таки тот вид спорта, который никого не оставляет равнодушным. И, ну, себе куда-то припрыжку, поплескаться в воде и получить навыки плавания. Потому как еще, допустим, вечером мы проводим занятия дополнительные по обучению плавания. Приводят детей уже в 14-15 лет, в 12 лет, которые вообще никакого отношения даже к воде не имеют. Они не умеют даже держаться на воде. В 14-15 лет? Да, 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 да. Ну, понимаете, вопрос немножко о другом хочу спросить. Насколько то, что ребенок или подросток получит, какие навыки в бассейне научатся плавать, насколько это поможет ему в жизни, чтобы избежать, например, тех же трагических ситуаций и безопасно чувствовать себя на пляже в случае чего еще помочь кому-то другому на воде? Я думаю, что процентов 95-97 это гарантия того, что ребенок будет на плаву и он не утомит. Если с ним работал профессиональный тренер по плаванию. Иногда бывает, что инструктор где-то подсказывает что-то, как кто-то приходит с родителями, дети с родителями, ему подсказывают какие-то навыки. Он его научил плавать, держаться на воде, даже не плавать, а держаться на воде. Это, как говорил опять же Сергей Николаевич, то есть люди, которые вроде как бы и научились плавать, но опыта не имеют. И не оценив свои силы, возможности, они начинают там заплывать за бойки, еще куда-то, опять же, показать, какие они есть на пляже, в итоге заканчивается плачевно. Те ребята, которые уже долго занимаются или ходят, мы уже даем им определенные там даже тренировочные процессы включаются, то есть они плавают и по 500, по 600, по километру за занятие. То есть можете представить, если ширина реки там сколько, 150 метров, то есть он может речку преодолеть несколько раз, даже не запыхавшись. Ну вот смотрите, я слышал такое мнение, что переплыть речку и проплыть в бассейне, в бассейне это немножко разные вещи, потому что в бассейне ты видишь целенаправленную дорожку, ты знаешь, что справа-слева ты в любом случае можешь за что-то ухватиться, то речка это, извините, природное пространство. Вот как здесь быть? Здесь есть в начальном обучении присутствуют определенные навыки, даются ребенку для того, что когда он устает, он может спокойно перевернуться на спину, и благодаря тому, что есть у нас, благодаря законам физики... То есть на спине плыть легче? Да. Можно лечь спокойно, тихонько, перебирая ногами, вы можете доплыть до любого участка там суши, если только не испугаться. Вот здесь психологический фактор может сыграть какую-то роль. В остальном он спокоен. У вас огромный тренерский опыт, много кого обучили плаванию. Скажите, каждый ли человек способен научиться плавать? Или все-таки есть необучаемые, те, кому в воду вообще категорически? Очень стеснительные. Есть такие категории людей, которые, опять же, не приходят в бассейн, потому что они стесняются своего там или возраста, или потому что в определенное время они не научились плавать, и они сейчас просто не загнать в бассейн. И вторая категория людей, которых учили деревенскими способами. То есть что-то делают, они бросают с лодки ребенка, тот пугается, ну, а вось доплывет, да, бывают такие случаи. Да, бывают. И много кто из родителей, особенно в те времена, так проходили обучение. То есть вот я выплыл, а вот мой друг там испугался, испугался, и потом его, ну, просто не затянуть, он боится воды, как огня. Что посоветуете, с чего начинать обучение плаванию? В каком возрасте это лучше делать? И куда отправить? Деревенский способ или все-таки, например, во дворец водных видов? Ни в коем случае деревенский. Он только что привел, потому что много детей приходит. К нам можно привезти в дворец водных видов спорта. Мы начинаем обучение сразу, как ребенку исполнилось 5 лет. У нас есть специально маленький лягушатник, бассейн. Там глубина всего лишь 50 сантиметров. То есть дети там себя комфортно... Для 5-летнего ребенка вполне достаточно, чтобы почувствовать себя как в море. Да, то есть они спокойно заходят, они там себя ощущают комфортно, теплая вода, и тренер и специалист, они проводят занятия. В зависимости, опять же, от того, какие данные у ребенка, возможности, иногда тоже приходят уже дети, даже в этом возрасте, они немножко перепуганные. То есть где-то в ванне, где-то подскользнулся, может, где-то захлебнулся. И уже возникают даже на этом раннем этапе уже проблемы. Но дети, которые этого не ощутили, они быстро, буквально там 3 месяца, 4 месяца занятий, они уже легко обучаются плаванию. То есть, если я правильно понимаю, то вы, тренеры по плаванию, должны быть еще и психологами для того, чтобы... Не только. ...сделать все возможное, чтобы ребенок или подросток... Не нужно быть и, как я вам объяснил, законы физики знать, и психолога, и биомеханика, поэтому тренеры проходят в университете, все специальности практически. Гомельчане. Плавающий город. Я имею в виду, много ли населения нашего любят плавать, ходят плавать, умеют плавать? Вечером практически бассейн занят. Очень много людей отдыхающих. Но, опять же, контингент, если вам рассказать, то это, опять же, умные, образованные люди, которые за своим здоровьем следят, и которые не сидят дома, а стараются как-то использовать время для своей пользы. Эти аплодисменты вам. Друзья, ну а наша программа продолжится, и я хочу сказать, что не только нужно безопасно вести себя на воде, на аккуратную культуру, на пляжной территории, но активно ультрафиолет может нанести вред нашим глазам. Как этого избежать? Об этом не только. Сразу после рекламы не переключайтесь. А это прямой эфир программы «Добрый вечер» Гомель на телеканале «Беларусь 4» и «Безопасный пляж». Так звучит тема нашего сегодняшнего разговора. Ну, и что я хочу сказать. Чтобы пляжный отдых не обращили печальные последствия, нужно позаботиться обо многих вещах и о глазах, в том числе о том, как правильно подобрать солнцезащитные очки, расскажет наша гостья. Встречаем ее бурными аплодисментами. Оксана Горбунова, консультант по медицинской оптометрии. Оксана, здравствуйте. Так что же такое медицинская оптометрия? Вот я специально переберег этот вопрос для того, чтобы вот раз, так вот сразу, сначала беседа его вам задать. Медицинская оптометрия – это специальность, которой обучаются люди, которые подбирают очки для коррекции зрения. То есть это целая наука для того, чтобы подобрать очки, чтобы и зрение оставалось в норме, и к лицу подходило, и образ не нарушило. Ну, очки для образа, конечно, вещь очень важная, но вот все ли темные очки полезны для здоровья? Мы сегодня рассматриваем сегмент солнцезащитных очков. Расскажите, в чем опасность тех очков, которые, скажем так, можно купить на каждом углу? Вы верно подметили именно темных очков, потому что, ну, практически 100% очков, которые продаются на рынках, являются именно темными, а не солнцезащитными. Потому что солнцезащитные – это предполагает именно защиту от Солнца. Защита от ультрафиолета. Да, а защита от Солнца основная – это защита от видимого света и защита от вредного ультрафиолетового излучения. Вот, в дешевых очках, к сожалению, функция вот эта не выполняется. То есть обычные пластиковые линзы, которые не защищают от ультрафиолета, они затемняют изображение, зрачок расширяется, и в него попадает еще больше ультрафиолетовое излучение, которое вредит нашей сетчатке и может даже вызвать катаракту. Вот, и, кстати, по последним наблюдениям, вот если 20 лет назад катаракта считалась таким заболеванием, ну, как бы более пожилых людей, то сейчас обращаются все больше детей с этой проблемой. То есть катаракта молодеет? Ну, не то, что молодеет, а дети, начиная с 5 лет, с этой проблемой приходят, и, в общем-то, надо задуматься, возможно, это и есть причина того, что люди пользуются вот тем, чем не нужно пользоваться. Пользуются неправильными очками. Да, да. Неправильно подобранными. Дешевые оправы вот этих очков, они, ну, как правило, материал их из отходов производства, и при соприкосновении с кожей может возникнуть аллергическая реакция. Даже так? Да, а линзы, вот полимер, который не соответствует требованиям именно медицинским, он при нагревании на солнце выделяет токсичные испарения, и они попадают прямо вот в глаз и может вызвать поражение органа зрения. Поэтому экономия, она приведет, может привести к потере здоровья и дополнительным расходам на восстановление здоровья. Оксана, давайте сегодня исправлять ситуацию, сегодня у нас здесь небольшая витрина, давайте пройдем, поддержите нас с аплодисментами. И сыграем в игру. Я, покупатель, пришел к вам в ваш салон выбирать очки. Что вы мне посоветуете? Ну, я посоветую, ну, во-первых, у нас... Во-первых, какие очки сегодня, скажем так, бывают? Я так понимаю, что в современных тенденциях очки должны быть не только, скажем так, комфортные, защитные, но и должны быть еще и модные, потому что различные бренды предлагают какие-то свои модели. Что сегодня носят, скажем так? Ну, сегодня носят различные, то есть вот сейчас популярная форма, такие вот круглые очки в тонкой оправе. То есть это вот, допустим, коллекция вот белути, это хорошие очки, они вот как их определить. То есть они комплектуются футляром, они комплектуются салфеткой. То есть для таких очков есть каталог. И они очень замечательно на вас смотрятся. Что-то мне подсказывает, что... Спасибо большое, только хотел сказать, что они на мне замечательно смотрятся, пожалуй, в них и останусь. Поддержите меня, спасибо. Хорошо. Переходим дальше. Сейчас модное направление очки с зеркальным покрытием. Во-первых, здесь оправа из облегченного полимера, то есть он такой вот мягкий, не ломающийся. То есть прямо так вот? Да, и... То есть он такой удобный. Если честно, немножко страшно, то вдруг... Ну, ничего страшного, не хрустнет. Это оправа очки швейцарского, допустим, производства. Здесь внедрены новые технологии поляризационных... Вот о стекле хотел спросить. Да, линза, именно ультраполяризация. Что она делает? Она защищает максимально от ультрафиолетового излучения, от мешающих бликов отраженных, от воды. То есть это очки идеальные для отдыха на воде, в горах, вот там, где есть излучение, которое отражается от снега, от воды. И оно также мешает видеть мир. Я вот с самого начала эфира, даже как только вы принесли всю коллекцию и наши режиссеры здесь раскладывали это все, обратил внимание на эту модель с многослойным стеклом. Давайте поговорим о ней. Ну, это последние такие разработки для людей, которые вынуждены носить очки для зрения. То есть они с диоптриями, да? Да, они могут сделать себе... Вот есть оправа, сюда можно поставить линзы, которые, допустим, по рецепту. И здесь еще есть такие насадочки магнитные для, допустим, ночного вождения, для комфортности видения. И насадочка солнцезащитная поляризационная. То есть, допустим, вы ходите на работу или куда-то в обычных очках, надели солнцезащитную клипсу, и вы получаете сразу замечательные и надежные солнцезащитные очки. Аплодисменты, друзья, всему этому модельному ряду, который сегодня представлен у нас в студии. Производители все-таки молодцы, заботятся о наших глазах. И чтобы не только глаза были защищены, но и мы на южное побережье, солнечный город, вышли красивыми. Но у нас есть еще категория отдыхающих, которых мы все очень любим. Это наши дети. И о детских глазах, тем более вы говорите, что катаракта очень сильно помолодела. О детских глазах тоже нужно позаботиться. Что можно предложить самым маленьким отдыхающим? Ну, самым маленьким отдыхающим, конечно, лучше всего покупать хорошие очки, качественные, которые от надежных производителей. Они сейчас новые материалы. Здесь тоже душки хрустятся. То есть они вообще гибкие, и ребенок не сможет сломать. И защита стопроцентная от ультрафиолета. Они очень комфортные, легкие. И покупать очки на базаре для ребенка, то есть это совершенно противоположная защита, потому что, как я говорила, изображение затемняется, зрачок расширяется, и весь опасный ультрафиолет попадает непосредственно в орган зрения. И это очень-очень вредно. Поэтому, если нет финансовых возможностей купить качественные очки, лучше от них вообще отказаться и приобрести шляпку с полями, кепку с козырьком. И это будет тоже отличным решением. Но не покупать дешевые очки. Лучше просто защищаться такими способами. Я уверен, что глаза, как минимум, всех зрителей нашей программы этим летом будут защищены. Спасибо вам за этот рассказ. За эти аплодисменты вам прошу. Присаживайтесь на диван. Друзья мои, программа «Наш эфирный час», к сожалению, медленно, но уверенно подходит к своему завершению. Хотелось бы услышать маленькие, но емкие рекомендации. «Безопасный пляж» тема сегодняшнего вечера. Как сделать так, чтобы отдых граждан и тех, кто отдыхает рядом с ними, был безопасным? Что скажете? Берегите себя. Не совершайте необдуманных поступков. Помните, что нужно купаться только там, где спасатели обеспечивают вашу безопасность. И, конечно же, будьте бдительны. Смотрите, и вы тоже можете спасти жизнь. Есть специальные стенды спасательным инвентарем. Ну и многому сегодня мы в эфире научились. Да, и можно оказать помощь. Поэтому берегите себя, будьте очень внимательны и купайтесь только там, где разрешено. Что вы посоветуете? То же самое посоветуете, ничего лишнего. Как говорится в поговорке, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. И это будет надежно. Ну, я бы еще к этому добавил, что не нужно все-таки самостоятельно оборудовать себе место отдыха, когда на территории нашего города есть прекрасный пляж. Есть специально оборудованный пляж, и там все созданы условия. Вам слово, ваш совет. Я посоветовал бы соблюдать элементарные правила безопасности, особенно на водах. Беречь себя, своих детей и своих родных. Ну, наверное, стоит пригласить учиться плавать тех, кто еще не научился и не стесняться этого. Что скажете? Совершенно верно. Приходите, поможем, научим. Ну, английский язык позже будем учить. Сначала научиться плавать, тем более в наших краях, где много рек, озер и водоемов. Девочки, вам слово. Приглашаю на наш Новобелецкий спасательный пляж, который оборудован, ждет вас в гости с распростертыми объятиями. Мы вам, если нужно, окажем первую помощь, поможем. Ну, а если что, есть на ком, наверное, даже не на чем, а на ком учиться. И покажем, да, и пускай потренируется, и все будут у нас обучены, и будут других спасать. То есть, если я правильно понимаю, к вам на станции можно подойти, сказать, вот видели в программе у Александра Лупиненко в Добром Вечере. Вот был у вас товарищ, он на него там все сдавили. Участвовал, да, у вас, да. Выдерживал разные нагрузки. Можно на нем потренироваться, это запросто, эту услугу тоже можно получить. Он живет у нас на пляже, на Новобелецком, да, поэтому можно потренироваться. Оксана, вам слово. Я желаю всем заботиться о своем здоровье, о своем зрении, о своих детях, и обращаться для выбора солнцезащитных очков к профессионалам, к тем, кто работает профессионально давно и также заботится о вас. Я премного благодарен всем вам, мои дорогие гости, за то, что пришли, рассказали очень много интересной информации, дали много полезных советов. Эти аплодисменты вам. Друзья, спасибо, что этот вечер провели вместе с нами на телеканале Беларусь4. Завтра будет еще один вечер, он, безусловно, будет добрым. Ну, а также, спешу напомнить, что ищите нас в социальных сетях, подписывайтесь на наши группы, смотрите повторы наших программ в группе ВКонтакте и в Ютубе. Ну, и, конечно же, смотрите телеканал Беларусь4. Ну, и этот вечер хотелось бы также завершить на музыкальной ноте, пляжным настроением группа Джолливуд. Сегодня у нас в гостях, ребята, эти вечерные просторы ваши, аплодисменты, конечно, вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok